Всем привет! С вами Вова Ломов и теплейцы социальных технологий. Сегодня мы продолжим знакомство с Google News Lab и рассмотрим один из интереснейших инструментов под названием Google Trends. Многие воспринимают его как сервис по подбору ключевых слов, но так как он не совсем про это, его списывают со счетов и забывают. А зря. Google-то он в тренде. И не зря он относится Google News Lab, то есть позиционируется как сервис, адресованный в первую очередь журналистам и тем, кто работает в медиа. Он действительно работает на создание медиа нового образца. Как? Давайте смотреть. Можно зайти из News Lab, но проще всего, естественно, набрать в поисковике Google Trends. Соединенные Штаты нас не интересуют. Россия. Что у нас в тренде? Боруссия, Монако, Реал Мадрид, Черноморский флот и так далее. Google нам показывает, что взлетело за последние 24 часа по количеству запросов. Причем не то, что лидирует по количеству запросов. Тут все предельно понятно, есть какие-то неизменные лидеры по запросам. А именно то, что вдруг ушло в отрыв по какой-то причине. Вот, например, что-то случилось с Обамой и Трампом. Динамика за неделю. Все достаточно ровно, и 12 апреля в 16.00 происходит подъем. Какая-то история с расходами на поездку, это мы видим из связанных новостных статей. То есть новость в тренде, но сразу же идет на спад. Ниже есть география запросов, связанные темы и просто популярные запросы. Кстати, новость почему-то очень популярна в Красноярском крае, ну и частично на Кубани и Северном Кавказе. Но не это Google Трендс, хотя и это тоже. Google Трендс здесь. Тут все просто, как и везде в Google. Вот что в тренде за последние 5 лет. Опять же, это, возможно, не лидеры по количеству запросов. Это именно темы, которые стартанули в эти 5 лет и набирают популярность. Вот смотрите, Инстаграм. Вот, в конце 2012 года он стартует и неизменно идет вверх. Это тренд, он не падает. Кстати, о единицах учета. Тут идет измерение не в абсолютных величинах, а по относительной шкале от 0 до 100. Ну то есть максимальные значения принимаются за 100, минимальные за 0. Соответственно, когда количество запросов растет и переваливает за 100, этот новый показатель становится сотней, а предыдущий опускается, например, до 95 и так далее. Так вот, Инстаграм в тренде. По количеству запросов он тоже высок, но для Google Трендс не это важно. Давайте посмотрим, кто является лидером по количеству запросов, то есть в абсолютных величинах. Вот, Фейсбук. А теперь посмотрим, что происходит с динамикой запросов. Ну вот, удивительная по своей наглядности картина. Какое-то, я бы даже сказал, откровение в цифрах. Даже добавить нечего, просто придется заводить Инстаграм. Теперь пару слов о настройках. С настройками все удивительно просто. Можно выбрать страну, нам интересна Россия. Можно выбрать период времени. Возьмем 12 месяцев. Видите, популярен мультфильм Рио. Кстати, об этих двух окнах. Слева окно, где показана тема, то есть не конкретный поисковый запрос, а совокупность запросов, которые группируются в общую тему. А справа уже конкретные запросы. Так, можно выбрать тематику. Нас интересуют компьютеры и электроника. И можно выбрать область поиска. Веб-поиск, поиск по картинкам. И вот очень интересно, YouTube. Что у нас в тренде в YouTube? Почему-то рэпер сюда попал. В компьютеры и технологии. Может Google считает, что TI это IT? Или я что-то не понимаю? Ну и собственно поиск по ключевым словам. Давайте посмотрим, что у нас происходит в России с понятием блокчейн. За последний год. Ну вот, переломная точка. С начала марта пошел спад. Но это может быть временный спад, хотя он достаточно глубокий. Здесь показано, что еще искали люди, которые искали блокчейн. Почему-то Германа Грефа. Так, давайте сравним блокчейн с чат-ботами. Мы, кстати, недавно делали скринкаст о чат-ботах. А вот здесь, кстати, они уже сравниваются в абсолютных величинах. То есть, если набрать высокочастотный запрос, то, ну давайте наберем, например, Путин. Понятно, что он сразу вдавил все блокчейны с чат-ботами в землю. Интересно, а если набрать Навального? Точно. 26 марта. Тренд, однако. Навальный тут зелененький, кто не понял. Тоже, кстати, тренд. То есть, Google Trends ловит тренды и формирует тренды. Ситуация, когда всегда есть обратная связь. То есть, это практически социологическая служба телевидения. Но статистическая выборка не на сотни тысяч человек, а на миллионах и миллионах людей, которые все время что-то ищут в интернете. По-моему, круто. Для России сейчас это не актуально. У нас информационная повестка дня формируется по другим принципам. Но когда-нибудь, когда-нибудь. Ладно, все любите друг друга, будьте в тренде, подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.